Меня зовут Татьяна Григорьева, я представляю Организацию поддержки людей с синдромом Ломко-экспромосомы. Мы не являемся зарегистрированной юридической организацией. Это неформальная ассоциация, которая ставит своей целью, прежде всего, на этом, прямо скажем, начальном этапе распространения информации об этом синдроме и объединения не только родителей. То есть это очень важно, мне кажется, что это все-таки не родительская ассоциация, а некая ассоциация, объединяющая и носители этого состояния. Но и мы очень ждем контактов со специалистами, которые готовы узнавать о том, что это такое, и, конечно, делиться с нами своими знаниями. То есть, наверное, я говорю о создании своего рода общей среды или общего пространства, комьюнити, в который входили бы родители и другие сопровождающие лица. То, что называется, представители помогающих профессий, да, и, конечно, специалисты. Поэтому я прежде всего хотела бы поблагодарить организаторов за то, что эта конференция состоялась, за замечательных спикеров и, конечно, за возможность высказаться, так как именно о распространении информации я, собственно, и хочу поговорить. На экране, возможно, многим известная схема, схема наследования, да, и я хочу поговорить немножко про свой личный опыт, потому что, во-первых, потому что это в каком-то смысле может продемонстрировать, как устроен у нас сейчас этот маршрут, начиная от получения диагноза, причем с важной поправкой. Я живу в Москве, и, очевидно, возможности у меня изначально больше, чем у других зрителей России. То есть мое сообщение будет таким отчасти дополнением, да, иллюстрацией к только что прозвучавшему докладу Ильяны. Я живой представитель, да, захваченный разведчик. И вот на этой известной всем картинке, на схеме наследования, я тут ее поставила, потому что я тут тоже где-то на ней нахожусь. Я женского пола, носитель премутаций, соответственно, в одном случае я передала здоровую хромосому своей дочери, и в другом случае я передала ломкую хромосому, и премутация перешла в полную мутацию. Таким образом, моя старшая дочь здорова, а у моего младшего сына полная мутация. И о его диагнозе я узнала, ну, мне кажется, относительно поздно, в его 6 лет, сейчас он почти 10. Генетик, который предположил у моего сына именно этот синдром, и, соответственно, предложил сдать анализ, был третьим генетиком по счету, к которому мы решили пойти, да. И, соответственно, этот диагноз ни разу не изучал до этого. То есть никто из тех психологов, там, не знаю, психиатров, дефектологов, кто видел моего сына, не предположил, что это может быть именно синдром ломкой хромосомы. И, конечно, возможно, это говорит о том, что мой сын находится в некоторой хорошей части спектра, да, то есть его нарушения, возможно, не так очевидны, не так значительны, чтобы можно было сразу предположить, что же с ним такое, но и, возможно, это все же что-то говорит и о том, что называется, осведомленность, да, о том, что врачи знают об этом состоянии. И, тем не менее, я, конечно, считаю, что мне повезло, что этот анализ был сделан, и что вот эта бумага была получена. И теперь, собственно, я бы хотела перейти вот к этой ситуации получения диагноза, потому что, ну, это такой очень важный момент, да, вот то, что по-английски называется, ну, не важно, по-русски это называется, да, только что получивший диагноз, да. И у нас есть такой небольшой комьюнити родительское, в частности, чат в WhatsApp, да, в котором регулярно обсуждаются, в общем, одни и те же вопросы. И я дальше буду немножко опираться на эти свои знания, на свой инсайдерский опыт. И начну вот с этого самого начала. Мы знаем, да, что везде в описании диагноза, это стоит первой строчкой, самая распространенная моногенетическая причина аутизма. То есть, казалось бы, да, там про аутизм уже знают все, но, тем не менее, почему-то вот про Мартина Белла знают совсем меньшее, гораздо меньшее количество людей. И вот, несмотря на относительную распространенность этого диагноза, не нашлось ни одного родителя среди наших родителей, да, охваченных нашим общением в чате, в частности, в наших социальных сетях, в котором до постановки диагноза, когда будто ни было, приходилось слышать вот это словосочетание, встречаться с ним. И я немножко буду звучать, наверное, про разрез с тем, что сказано было до этого, да, но не могу не сказать. Когда родитель получает этот результат анализа, он не получает больше ничего. У меня написано было заключение, наблюдение по месту жительства у психиатра. Я не буду дальше рассказать во всех подробностях, да, потому что в целом это не такой уж специфический опыт именно для нашего диагноза, да, потому что дальше начинается обычный для любого родителя, ребенка с особенностями квест. Куда пойти? Нужен ли психиатр? А может быть, лучше невролог, потому что невролог звучит не так страшно, как психиатр. И как бы это тоже некоторые проблемы, но психиатр – хороший врач, да. Почему бы как-то не реабилитировать профессию? Эта тема часто возникает в связи с оформлением инвалидности. Как лучше оформить инвалидность? А по какому заболеванию вы оформляли инвалидность? А кто вас направлял? Люди пытаются избежать вот связки с психиатром. Кому-то это удается, да, там, кто-то оформлен по неврологии, а кто-то вообще в связи с всякими ортопедическими сложностями, да. Такое тоже есть. И все эти специфические вопросы возникают вновь и вновь. И, конечно, прежде всего это лечение, как это лечить. И важный момент вот аутизма и устной отсталости из-за того, что в нашем диагнозе есть как будто это развилка, родители часто выбирают аутизм, потому что уже более тоже понятный диагноз. И вот это вечное тоже такое какое-то сомнение. А бывает ли так, что устной отсталости точно нет? Вот бывает ли такое, что аутизм есть, а устной отсталости все-таки нет? И, честно говоря, в этих вещах нет у родителей никакого понимания, никаких ориентиров. То есть вот это получение диагноза. То есть, мне кажется, это тот момент, когда родителям хорошо подсказать, в каком направлении они двигаться дальше. Как это сделать? У меня нет четкого ответа, но вот благодаря вот этому сегодняшнему обсуждению тоже к чему-то можно прийти. И на этом этапе, на котором мы находимся сейчас, я имею в виду сейчас родителей, сейчас выглядит немножко как обмен опытом между родителями, обмен контактами, методиками, причем часто довольно экзотическими. И, с одной стороны, это хорошая история про поддержку, да, про то, что те, кто столкнулся с диагнозом, уже более опытный, предлагают помощь тем, кто еще только и получил этот диагноз. А с другой стороны, мне кажется, я повторю, что это поиск, ну, по-прежнему практически без ориентира. И первое, что приходит в голову родителей, конечно, найти таких же, как он, форумы, чаты, группы в социальных сетях. Это форум поддержки, эмоционально-информационный, широко известно, распространение нас, тут понятно, зачем это нужно родителям. Узнать, как это у других, точно ли это так же, кому что помогло. И причем часто это очень такие конкретные частные ситуации, ну, там, специалисты понятен некоторый список, да, вот этих вот особенностей наших детей. Я приведу там буквально несколько примеров, к которым радость узнавания у родителей всегда. Как увезти с детской площадки, как войти в дом, как выйти из дома, как войти в вагон метро, да, что вы даете грызть вместо одежды, там, я не знаю, да. А как ваши дети реагируют на веселые детские праздники, там. Откуда этот страшный стресс, когда все так хорошо. И тут я не могу не вспомнить одну из наших, одну из первых статей, которые я перевела, и она сейчас есть на нашем сайте. Она была посвящена именно дню рождения и тому стресс, который этот праздник может вызвать у ребенка. Это было такое очень точное попадание и описание, и рекомендации, как себя вести, и объяснение, почему это происходит. И это был материал Марш и Брадун, который так и назывался, срывы в день рождения и другие парадоксальные реакции, поведенческие стратегии. То есть, ну, мне кажется важным, что вот такие формы пациентской самоорганизации важны и специалистам тоже, потому что это возможность получить какой-то настоящий практический опыт взаимодействия с родителями, не только с родителями. Поэтому меня по-настоящему восхищает реакция специалистам, которым интересно узнавать новые, которые часто благодарны за новую информацию и которые все время учатся в процессе. Я опять обращусь немножко к собственному опыту, поскольку я читаю на английском языке и практически довольно быстро переориентировалась на англоязычный интернет, и довольно быстро появилась идея, что все то же самое должно быть на русском языке, а в русскоязычном пространстве. И первым появился сайт, не считая группы, которые я зарегистрировала, в дополнение к той же, которая существовала в ВКонтакте, к которой я тоже присоединилась, конечно. И так появился у нас один из первых материалов, у нас был интервью с Натальей Леонидовной Горбачевской, и оно сейчас есть на сайте. Оно называлось «Анализ нужно делать всем». Такой алармистский был паз заход, но хотелось прям немедленно рассказать всем то, что мы только что узнали, да, что срочно, казалось, что вот срочно всем, всем женщинам нужно пойти и делать этот анализ. Но это, не знаю, мне кажется, в Израиле вот есть, кто-то входит в скрин, мне кажется, все-таки анализ не приметается. Ну, по крайней мере, по крайней мере, это более известная история. И очень важной задачей, казалось, адаптировать и локализовать какие-то, насколько это возможно, англоязычные материалы. Нам очень понравился британский ролик про несколько семей, посвященный синдрому. И мы написали вот британскую ассоциацию и спросили, можно ли его перевести. Они как-то с радостью откликнулись быстро. И, собственно, это тоже был один из первых материалов, просто русские субтитры к английскому ролику. А потом стало понятно, что невозможно двигаться дальше, если не задействовать нашей семьи, потому что зачем-то это нужно. И мы сделали собственный ролик. Я о нем чуть подробнее скажу еще отдельно. Скажу сейчас, что нам очень помогла лаборатория генетика. Они записали для нас серию ответов на вопросы родителей, таких видеоответов, из которых, в том числе, был смонтированный комментарий для ролика. И вот еще один последний такой момент, на самом деле, он уже прошел 50 лет, это тоже много времени. Это вот практический семинар такой, который состоялся вообще благодаря локдауну, потому что до этого у меня было четкое представление о том, кого я хочу позвать. Это было сложно физически, ну, в техническом смысле, да, в географическом пространстве сложно было в одно время собрать тех людей, которых я хотела собрать. А благодаря локдауну стало понятно, что это совершенно не обязательно, и можно еще сделать онлайн, собственно. То есть сейчас тоже происходит неоткуда без добра. И вот чуть-чуть по отдельности я расскажу про вот эти все точки информационный сайт. Он состоит сейчас в основном из переводов англоязычных материалов, каких-то методических программ, но на самом деле их очень много, гораздо больше, они все время обновляются, то есть мы совершенно не поспеваем, естественно, это своего рода гайдлайны, концепты, ну, и то, что называется, документы, когда группа экспертов работала с документом, делала его специально для открытого доступа, для широкой аудитории, для заинтересованной комьюнити, и более того, эта группа экспертов и соследит за тем, что происходит, да, и как-то адаптирует, как-то обновляет эти документы. И тут мы, конечно, совершенно не успеваем, но какой-то, конечно, материал все-таки есть про обучение, про поведенческие сложности, в какой-то момент мне очень понравилась тема про адаптацию биометода, ну, это связано с личным тоже опытом, естественно, на что важно обращать внимание, какие слабые, сильные стороны у детей, вот то, что сегодня разлучало в нескольких докладах. Мне кажется, там есть что почитать, но, конечно, сайт очень маленький, и, мягко говоря, есть еще куда стремиться, как развиваться и к чему стремиться. И вот в качестве такой важной перспективы, чего на нем точно нет, и чего ему точно нужно, на мой взгляд, это какой-то полноценный новостной раздел, своего рода новостной аккумулятор, по принципу, есть такой сайт fragilexnewstoday.com, ну, в общем, некий сайт англоязычный, который аккумулирует новости по этой теме, там есть статьи, там можно подписаться на рассылку и как бы моментально получать это обновление, как только очередное новое лекарство получилось, что-нибудь не прошло или, наоборот, что-то прошло. И такое, мне кажется, очень нужно на русском языке, потому что у нас вот тоже в чате постоянно кто-то спрашивает, ну, что там, не придумали ли еще чего-нибудь, я там, кто-то что-то пересказывает своими словами, но вот до такого полноценного раздела руки все не дошли, а мне кажется, это важный момент. И я повторю, что мы живем в русскоязычном пространстве, и это такое вот само по себе уже ставит главную информационную задачу, это наш ролик. Ну, это просто несколько скриншотов. Я очень благодарна всем участникам процесса, потому что, мне кажется, это выбор, который не каждый готов сделать, так в открытую о себе рассказать, поделиться какими-то довольно непростыми переживаниями, не очень понятно ради чего. Ну, вот, видимо, те, кто согласился, они, значит, прекрасно понимают ради чего, да, ради того, чтобы было меньше страха, ради того, чтобы рассказать то, что знаешь сам, ради того, чтобы поделиться, поддержать кого-то другого. Это я про родителей, конечно, говорю, не могу них похвалить. И лаборатория генетик, почему-то, тоже отозвалась на просьбу мою, они сами записали для нас видео с генетиком, Наталья Ветрова, и мы могли его использовать по собственному осмотрению, и, собственно, это очень как-то помогло. Все это было довольно... То есть мы долго про это думали готовить, но сделано, все было очень быстро. И я как-то, главное, что я вынесла для себя из этого проекта, из этой работы, что если что-то нужно, нужно просто, как часто, просто спроси. Просто попроси, и тебе дадут. Вот режиссер ролика, моя знакомая, все делала бесплатно, а деньги на собственное производство, то есть на работу оператора, монтажера, смену мы собрали за день. За день, да, это была такая стремительная фандрайзинговая кампания. И вот я плавно перехожу к сотрудничеству с экспертным сообществом. У нас есть пока один такой удачный пример, собственно, лаборатория генетика. Случайным образом я именно решила с ними связаться, потому что у них была, сейчас не вспомню, как называлась, программа по исследованию именно генетических причин аутизма. Такая была масштабная, они набирали много участников, и мы как-то со своим, с моим сыном, туда вступили, но параллельно получилось так, что пока мы сами делали анализ там, мы сделали свой анализ на прошивку. Ну, в общем, как-то я про них узнала и приехала к ним рассказать, с ними поговорить, что мы такая инициативная группа, и что бы они бы нам хотели было рассказать. Они сами предложили такой замечательный формат, я собираю вопросы с родителей, они на них отвечают, причем в видеоформате, то есть это у них уже такой существующий формат, и если что-то мы можем, пусть они готовы к сотрудничеству, просто все, и очень медленно все у нас происходит, поэтому вот пока была записана серия роликов, их все можно смотреть. И я просто для иллюстрации перечислю какое-то количество вопросов, чтобы было понятно, насколько велика неосведомленность у родителей. Естественно, была группа вопросов про ЭКО, про опасности для здоровья матери, причем повышает ли ЭКО риск развития онкологических заболеваний, правда ли, что ЭКО может спровоцировать в том, что это связано с каким-то количеством светских новостей, гормонотерапия, противопоказания, нежелательные последствия, можно ли достоверно проверить эмбрионы при ПГТ, при предимплюзационной генетической диагностике, какие есть способы стопроцентно родить здорового ребенка, когда мать носитель периметации, то есть это очевидно, речь идет о втором ребенке уже. Была вторая группа вопросов о здоровье носителей при мутации, причем тоже очень таких, я бы сказала конкретно, является, не знаю, гибкость суставов, также особенностью здоровья носителей, это только характерно для полной мутации. Могут ли быть связаны с премутацией заболеванием вот этим боли в суставах? А с какими вообще особенностями могут столкнуться носители? Как им лечиться? Есть какая-то специфическая терапия? Или нужно лечиться так же, как человеку без премутации, но с теми же симптомами, с теми же заболеваниями. Свет так же, что, в общем, говорит о том, что получается не очень понятно, зачем об этом знать. Что такое результат вот этот анализ наноситель? Это две цифры. Что такое, что означает эти числа? Влияет ли величина числа, характеризующего вам путь на что-либо? Что делать с сиблингами? Есть здоровые по виду дети, нужно ли их проверять на носительство? От чего зависит тяжесть проявления симптомов, при полном? Все это было задано. Это прошлый год, то есть это я рассказываю не про какую-то древность, и мне понятно, что далеко не все вообще пользуются интернетом. Я очень люблю просто пользуюсь интернетом, но все гугли всегда. Не все так устраивали, и поэтому для них нужен какой-то более доступный формат. И много было вопросов про перспективы генетической коррекции, терапии, вот все эти технологии, да, КРИСП, и прочее, КРИСП, ГОЛД, экспериментальное лечение фолиевой кислотами. То есть все знают, что это все есть, но вот нет никакой определенности. На все эти вопросы мы получили видеоответы, и очень важно, что это материал, который были сделаны, это были не переводные материалы, это не что-то мы там нашли, а это были материалы, сделаны специально для нас по нашим конкретным запросам. И вот этот семинар, который я провела 10 октября, такой, да, день Х, Х, такой день, неформальный, символический день 2Х. Опыт, назывался он опыт дефекологической работы, и, собственно, для меня, как модератора этого было важно акцентировать две вещи. Первый – это особенность диагноза. Нужнали особенности диагноза, нужны ли они в работе специалисту, тревожность, гиперозгрузимость, стеснительность, собственно, осталось, да, есть такая вполне понятная позиция, что, которая разделяет все встречавшиеся мне педагоги, что не так важен диагноз, важна картина, состояние, мы определяем дефициты, опираемся на профициты, и работаем с любым комплексом. А тем не менее, хотелось понять, чем же все-таки помогает постановка этого диагноза, и в нашем случае диагноза молотокий с хомосомой, и хотелось именно так расставить акценты этого разговора. Мне кажется, это получилось, потому что мне показалось очень важно собрать вместе разных специалистов, которые имеют, во-первых, именно практический опыт работы именно с нашими детьми, и при этом представляют разные прикладные сферы, и, соответственно, разные методы работы. Это был нейропсихолог, это был специальный педагог, это был дефекционный педагогопед, это был ИБА-терапевт и по совместительству мамы-ребенка с синдромом, то есть она обучилась на ИБА-терапевта и сертифицирование, сейчас этим занимается. И была психолог, которая рассказывала про такой патопсихологический комплекс как патологическое избегание требований, прям тоже очень хорошая запись есть, можно посмотреть, и, судя по отзывам родителей, единственное, на что я могу опираться, это было действительно очень полезно. Перспективы. Это такой интересный вопрос, потому что, ну, мне кажется, важно продолжать налаживать связи со специалистами разных профилей, нашими, конечно же, в первую очередь. Сайт в том виде, в котором он сейчас существует, в основном, как я уже сказала, представляет собой переводы, какие-то гайдлайны, и при этом нужно понимать, что, я не знаю, гайдлайны, в области образования, американские гайдлайны в области образования очень сложно применить в нашей реальности. Поэтому первое направление вот такого рода сотрудничества с нашими специалистами. Второй важный момент нашей родительской, пациентской комьюнити, его развитие. Пока у нас есть, ну, какой-то вполне традиционный опыт встреч, совместных встреч родителей и детей, ну, правда, редко мы это делаем, это очень здорово, но я хочу отметить, что это очень важно для тех родителей, которые только что столкнулись с диагнозом. Им интересно посмотреть на других таких же детей, узнать, что их ждет, чего им бояться, на что, возможно, надеяться. Но это наш московский опыт, и я не очень представляю, каким образом его можно было масштабировать. Ну, то есть, при этом нужно найти, кто-то должен найтись еще в каком-то городе, еще в каком-то городе, да, чтобы появились такие разные локальные группы в разных городах. Вот эта перспектива, мне кажется, пока далекая, потому что я не очень представляю, как это делается, пока не возникнет тот человек, которому это зачем-то будет нужно. И третий момент, про который я тут несколько раз говорила, мы живем в России, мы разговариваем на русском языке, это, пожалуй, очень серьезный, ограничительный момент в распространении знаний, в создании какой-то глобальной картины. Поэтому, мне кажется, важно продолжать сотрудничество с западными коллегами, тоже продолжать переводить и адаптировать. Ну и вот, большое вам спасибо, мне было важно принять, действительно было очень важно принять участие в этой конференции и донести в какой-то форме родительскую точку зрения. И если есть какие-то вопросы, я, конечно, рада с ним на них ответить. Татьяна, большое спасибо за ваш доклад. Есть действительно два вопроса, они такие похожие. Первый вопрос от представителей ассоциации семей ФРЭКС Польши, как можно с вами связаться. Второй вопрос похожий, как можно вступить в вашу группу, не знаю, от кого уже. На оба вопроса, вот есть номер моего телефона, сейчас на экране, можно мне писать в WhatsApp, наверное, это проще всего, мне кажется, потому что вот, ну, как-то я даже не написала здесь адрес, я пришлю все в поизучную группу, то есть очевидно, человек говорит на русском, да, как вопрос о границе, да. Видимо, да. Нет, будет очень здорово, потому что прям это интересно, приятно, спасибо. Можно лучше все написать в WhatsApp, я думаю. Понятно. Спасибо большое, ну, прям, как бы через весь доклад как бы была такая тема про недостаточную сформирование специалистов, и действительно, как бы я думаю, что это такой прям взгляд изнутри исключительно такой, ну, как бы на основе собственного опыта, он как бы самый сильный взгляд, вот, но и как бы со своей стороны, со стороны, как бы, как организатор конференции, хочется сказать, что действительно, как бы главная цель, которую мы ставили между собой, перед собой, это цель такая информационная, это мы хотим, как бы действительно, как-то создать какой-то консорциум со специалистами, как-то объединить усилия для того, чтобы это не было такого вакуума информационного, вот, но и еще, как об от имени организации нашей, тоже хочу сказать, что на базе научной лаборатории ФРЦ мы, по мере наших возможностей, мы осуществляем консультативную помощь семьям детей с седромом ФРАИКС, как раз пытаясь, как бы немножечко преодолеть тот вакуум в котором семьи могут находиться, потому что это фраза, что получая диагноз, мы остаемся просто с диагнозом, остаемся просто с листочком, и действительно, это как бы очень от многих семей это исход. Поэтому, ну, мы двигаемся в правильное направление, как бы, не организовывая конференцию, я думаю, что мы немножечко постараемся преодолеть этот пробел, и еще раз большое спасибо для вас, доклад, он был такой очень личный, очень эмоциональный, очень интересный. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.